Вся информация в видео, опубликованных на нашем сайте, взята из открытых источников. Следите за новостями и подписывайтесь на наш канал. Какие угрозы в Армении усмотрели госдеп США и Польши? Красный уровень. Глава наблюдательской миссии БДИПЧ ОБСЕ Оуэн Мёрфи затронул вопрос о возможном влиянии напряженности на границе, на проведение внеочередных парламентских выборов. Я не могу предполагать, что может произойти. Команда здесь, мы работаем, сказал глава миссии. Между тем, Госдепартамент США опубликовал призыв к американским гражданам воздержаться от поезда в Армению ввиду ситуации с коронавирусом, а также соблюдать осторожность на дорогах у границы с Азербайджаном. Также Госдеп призывает не посещать Нагорный Карабах и прилегающие территории из-за недавних боевых действий. Кроме того, американские власти призывают соблюдать осторожность на дорогах у границы Армении с Азербайджаном. Имейте в виду, что некоторые участки дороги могут пересекать международные границы без предварительного уведомления. На дорогах могут быть установлены контрольно-пропускные пункты или они могут быть закрыты для путешественников без предварительного уведомления, предупредили в Госдепе. Госдеп поднял уровень опасности в регионе до четвертого красного уровня. США советуют своим гражданам не ездить и в Азербайджан. Госдеп уведомляет, что в Азербайджане давно присутствует угроза, исходящая от террористических группировок, которые продолжают планировать атаки в Азербайджане. Речь идет в основном о границе с Ираном. Посольство Польши в Армении также предупредило своих граждан не ездить в регионы Армении, Тавуш, Гегр-Куник, Вацадзор и Сюник. Эти информации вызвали тревожные настроения в Армении. Особенно на фоне заявлением у Армении о дислоцировании на границе с Азербайджаном дополнительных войсковых подразделений и о том, что Армения оставляет за собой право применить силу, если переговоры не увенчаются успехом. Вызвано ли заявление Госдепартамента угрозой военных действий на границе Армении и Азербайджана, или Госдепартамент ожидает помощи ОДКБ и перехода международно-легитимной территории Армении под контроль блока, не обладающего миротворческим мандатом. На последнем заседании Совета безопасности Армении Никол Пашинян фактически передал мандат на определение границ Армении и Москве, подтвердив, что не намерен обращаться в Безопасности ООН. Безопасности границы Армении доверены русско-турецкому блоку. Хотя Франция сделала беспрецедентное предложение, Пашинян сообщил, что Макрон предложил военную поддержку Армении. Франция прямым текстом указала, что власти роведут себя неадекватно. Наш собеседник, лидер конструктивной партии Армении Андреас Гукасян. Господин Гукасян, ситуация на границах Армении вот уже несколько дней напряженная. Руководство Армении обратилось к России и ОДКБ. Как могут развиваться события? Есть мнение, что это может стать причиной введения военного положения и тем самым отсрочки досрочных выборов. Что касается конкретной ситуации, то действия руководства Армении далеки от того, что должно делать государство в условиях проблем с территориальной целостностью и неприкосновенностью. Уже очевидно, что Армения не обращается в связи с эскалацией в Совет Безопасности ООН. Хотя президент Франции советовал именно это. Он уже вынужденно прямым текстом указал на то, что руководство Армении ведет себя неадекватно принципам устава ООН. Это значит, что либо руководство Армении связано договорными обязательствами с Азербайджаном, Турцией и Россией. Либо знает, что угроз нет. И это просто игра с внутренними и внешними целями. Руководитель любого государства в случае угрозы территориальной целостности обязан, согласно уставу ООН, обратиться в Совет Безопасности. Раз Никол Пашинян этого не делает, значит угрозы нет. И вопрос находится в треке Россия, Турция, Азербайджан. В рамках, так сказать, договорных актов. Но договоренность ведь не значит, что угрозы нет. В отношении власти страны мы уже достигли такого уровня недоверия, что есть подозрение, что угроза для государства, общества, государственных и национальных интересов может не представлять угрозу власти, интересы которой пребывают в иной плоскости, и власти не несут ответственности за государственные интересы. Сейчас мы живем в такой стране, и именно это сказывается на общественном восприятии. США и Франция выступили с заявлениями по поводу ситуации на границе Ра. Как армянская сторона может воспользоваться этим. Это основание для властей Армении взять в плен азербайджанских солдат и хотя бы таким образом решить вопрос пленных. Мне кажется, это связано с ситуацией, сложившейся после 9 ноября. Азербайджан, Россия и Турция стремятся добиться подписания прямого двустороннего договора между Арменией и Азербайджаном о прекращении конфликта и, так сказать, мирном урегулировании. И в этой связи есть три позиции. Первое. Никол Пашинян хочет получить мандат на это от общества в ходе выборов. Поэтому он отсрочил подписание документа. Подобный договор, прощание с Минской группой и Новый Карский договор, которым фиксируется документально навязанная Арменией силой статус-кво. Никол Пашинян ожидает мандата, а значит, он сможет подписать такой договор. Роберт Кочарян считает, что договор должен подписать он. Серж Саркисян и Левонтер Петросян считают, что это неизбежно, но решили сохранить нейтралитет. Нет. Большинство оставшихся политических сил вообще не понимают, зачем эти выборы, и участвуют в них ради своих интересов. Я сейчас пытаюсь консолидировать силы, которые понимают, что нужно воспротивиться этому и мобилизовать граждан, чтобы Армения не пошла по этому пути. Другой путь – признать республику Арцах, вывести вопрос статуса из повестки переговоров. Вторая позиция – заключить с Францией договор о военно-политическом сотрудничестве, в противовес ОДКБ, чтобы наша безопасность не повисла в таком состоянии, как сейчас. И третье – уже всем ясно, что пора выйти из Карского договора и направить Турции и Азербайджану месседж о том, что Армения больше не готова признавать принятые сто лет назад по части границ. И намерена выдвинуть Турции и Азербайджану вопросы, связанные с геноцидом погромами армяне, в том числе в связи с границами. Вот альтернатива, которая позволяет воспротивиться нынешней ситуации. В этом смысле выбирать будут наши граждане, каким путем идти. Госдеп призвал граждан США не ездить в Армению и соблюдать осторожность близ границы с Азербайджаном. Госдепартамент США опубликовал призыв к американским гражданам воздержаться от поездок в Армению ввиду ситуации с коронавирусом, а также соблюдать осторожность на дорогах у границы с Азербайджаном. Не ездите в Армению из-за COVID-19. В некоторых областях имеется повышенный риск коронавируса, говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдепа. В нем отмечается, что в уведомлении центров по контролю и профилактике заболеваний CDC. Относительно состояния здоровья путешественников, говорится об очень высоком уровне COVID-19 в стране, действуют ограничения на въезд граждан США в Армению. Также Госдеп призывает не посещать Нагорный Карабах и прилегающие территории из-за недавних боевых действий. После интенсивных боевых действий во время Нагорно-Карабахского конфликта, произошедшего осенью 2020 года, там имеются новые жертвы. Правительство США не может оказывать экстренные услуги гражданам США в Нагорном Карабахе и вокруг него ввиду ограниченного доступа, отмечается в документе. Кроме того, американские власти призывают соблюдать осторожность на дорогах у границы Армении с Азербайджаном. Имейте в виду, что некоторые участки дороги могут пересекать международные границы без предварительного уведомления. На дорогах могут быть установлены контрольно-пропускные пункты или они могут быть закрыты для путешественников без предварительного уведомления, предупредили в Госдепе.